В Украине создадут нацагентство по закупкам лекарств. Сейчас препараты покупают через международные организации. Как будет работать новая структура и о чем еще говорили сегодня на заседании правительства, смотрите далее. Бесконечные очереди в детсады и скромные доходы учителей. Это те проблемы образования, которые правительство намерено решить в ближайшее время. В сентябре хотят утвердить план строительства новых детсадов, а в бюджете 2018 прописать очередное повышение для педагогов. Мы подвышим еще на 25%, не меньше 25% заработную плату для украинских вчителей. Это в среднем около 1500 гривен для каждого украинского вчителя. Говорили сегодня на заседании и о деньгах медицинских. Министр согласовали создание в Украине нацагентства по вопросам госзакупок лекарств. Уже с нового года оно начнет закупать некоторые препараты, а полностью заработает в 2019-м. Сейчас, согласно закону, препараты закупают через международные организации. В счетной палате на днях заявили, благодаря этому удалось сэкономить до 40%. До 40% были завышены цены на закупку лекарств. Уявите, сколько денег вкрали в украинские граждане. Только в медической сфере. Были бы мы хапугами, мы бы закрывали очи на эти вещи. А мы закрывать очи на эти вещи не будем. Мы будем с этим бороться. Бороться будут и с коррупцией в отрасли. По данным Минздрава, благодаря созданию реестра инсулинозависимых пациентов удалось найти 50 тысяч мертвых душ. То есть каждый год на лечение несуществующих больных выделяли около полумиллиарда гривен. К этому реестру уже подключились почти все области. Среди отстающих пока Львов, Днепр, Харьков и Черкассы. Анна Каменева, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.